Дональд Трамп выступил на конференции консерваторов во Флориде. Все СМИ, в частности соцсети, освещали только политическую часть. Будет ли он баллотироваться снова? Некоторым деталям его речи не придали значения. Нетрудно понять почему. Трамп сделал то, что почти никто из консерваторов не хочет делать публично. Он отметил, что демократы продвигают ужасающий план по уничтожению женщин. Смотрим. Джо Байден и демократы продвигают политику уничтожения женского спорта. Молодые девушки и женщины в ярости, ведь теперь их заставляют состязаться с теми, кто биологически относится к мужчинам. Это удар по женщинам, спортсменам, которые так долго и тяжело работали, чтобы добиться успеха. Если ничего не делать, женский спорт, каким мы его знаем, умрет. Его просто не будет. Это правда. И не просто женского спорта, но и женщин как группы. Смогут ли женщины существовать в каком-либо значимом биологическом ключе? После этого. Это хороший вопрос. Но Байден подписал указ, который обязывает женщин-спортсменов состязаться с мужчинами. Затем Сенат одобрил законопроект о равенстве, который по-новому определяет понятие пола. По сути упраздняет его, понятия пола больше нет. Кэнди Соуэнс, автор книги «Блэкаут». Она много думала над этим вопросом. Сегодня она присоединилась к нам. Кэнди Соуэнс, спасибо, что уделили время. Итак, как это повлияет? Вы женщина, замужем, у вас недавно появился ребенок. Уместно ли теперь говорить «я женщина», «я мужчина»? Есть ли еще смысл в этих словах? О, вас назовут фанатиком, как и меня. Злобным фанатиком. Трансфобом. Знаете, левые любят использовать все эти ругательства, когда вы следуете здравому смыслу. И я нахожу невероятно оскорбительные идеи об отсутствии разницы между мужчиной и женщиной. Особенно, учитывая, что я родила ребенка шесть недель назад, как вы уже отметили. Идея, что во мне нет ничего особенного, что я ничем не отличаюсь от мужчины, который вдруг заявляет, «Теперь я чувствую себя женщиной». Честно говоря, это так унизительно. И просто задумайтесь над этим на секунду, чтобы представить себе картину происходящего. Левые сейчас хотят сказать, что когда Леброн Джеймс учился в школе и был на драфте в NBA, Леброн Джеймс при всех своих физических данных мог заявить, «Я больше не чувствую себя мужчиной, я теперь буду женщиной». И ему бы позволили состязаться с женщинами во всех турнирах. И это бы считалось равенством. Это сочли бы достижением в борьбе за равенство. Мы знаем, это никак нельзя назвать равенством. Вот проблема левых такер. Это очень серьезно. Они не понимают, что такое равенство, в чем его смысл. Они думают, что это просто одинаковость, что один человек должен быть точной копией другого. Никто не должен отличаться. Они ненавидят понятия мужчина, женщина, мальчик, девочка. Эти слова предполагают, что между нами есть различия, и они есть. Консерваторы борются за равные возможности для всех людей. Но мы признаем объективные биологические реалии, которые нельзя игнорировать. И когда вы делаете вид, что их нет, это как бы меняет представление людей о мужчинах и женщинах, не так ли? Одна из причин почитания женщин мужчинами, они продолжают род, они кормят грудью, рожают детей. Я знаю, у нас не принято ценить это, но именно это нужно ценить. Это важнее всего. И если мы вдруг заявляем, что мужчины могут кормить грудью, могут рожать, тогда что особенного в женщинах? Серьезно. Ничего. Они говорят, ничего в нас нет особенного. Кстати, про грудное вскармливание. Не знаю, в курсе ли вы последних тенденций, но теперь это обидное понятие. Оно подчеркивает исключительный женщин. Его рекомендуют заменить. И вот что я нахожу забавным. Они продолжают называть нас трансфобами. Но вспомните, например, Рэйчел Доллизел. Левые так обозлились на нее, потому что она за неимением лучшего термина «расовый транс», не так ли? Белая женщина, которая в один прекрасный день решила, что отныне будет выдавать себя за черную. Ее разоблачили, но представьте, что Рэйчел Доллизел начала пользоваться возможностями черных. Добилась академического успеха, получила стипендию для черных. Разве это не привело бы левых в абсолютное бешенство? Потому что она считала себя черной. Потому что однажды утром решила ей стать. Почему к женщинам не применяют те же стандарты? Почему они позволяют уничтожать женщин? Они говорят, что мы должны бояться Трампа и его администрацию. Потому что он так опасен для женщин. Но посмотрите, что сделал Джо Байден за две недели президентства. Вот о чем нужно беспокоиться. Это такое очевидное безумие периода поздней империи. Будущие поколения будут смеяться над нами. Им будет трудно поверить, что такое имело место. И только потому, что все мы с этим мирились. Но не вы. И я благодарен вам за вашу честность. Поздравляю вас с рождением сына. Большое спасибо. Кэнди Соуэнс, спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова